Мастер производственного обучения, профессия, обладатель которой сочетает в себе сразу несколько составляющих. Он хорошо владеет своим ремеслом, имеет отличную практическую базу применения навыков и при этом умеет рассказать, объяснить, научить. Согласитесь, немало, с учетом того, что своему подопечному мастер должен доверить этот багаж знаний и навыков в среднем за учебный год. Однако этих наставников ничто не пугает, потому что они верны своему выбору и горят желанием делиться тем, что имеют. Это показал областной этап конкурса «Мастер года», который собрал в Брестском колледже связи самых творческих и активных представителей профессии. У нас в системе профессионального образования в учреждениях, подчиненных главному управлению по образованию, 774 мастера производственного обучения. Более 60% из них имеют высшую и первую квалификационную категорию, то есть достаточно высокий квалификационный уровень тех, кто учит рабочим профессиям, кто учит рабочих, готовит для народно-хозяйственного комплекса. Поэтому данный конкурс направлен на то, чтобы совершенствовать профессиональное мастерство, для того, чтобы выявить лучших мастеров производственного обучения. Такие конкурсы, конечно, очень важны. Это не соревнования, как в спорте. Конечно, это площадка для обмена опытом, для того, чтобы продемонстрировать достижения свои. И те, кто выбился в финал, конечно, они становятся лидерами в педагогическом труде, в методическом обеспечении, на которых равняться должен весь регион и страна, если хотите, и подтягивать свой уровень квалификации, чтобы готовить молодежь с соответствующим требованиям сегодняшнего времени. Борьба на сцене развернулась с первых минут конкурса. Организаторы подошли к проведению каждого этапа достаточно нестандартно, предложив участникам проявить себя в разных ролях, попробовав на себе другие профессии. Выход из зоны комфорта – необычный эксперимент. Я – мастер, я героиня, в этой роли словно в половине. Я – профессии на вершине, все едва, как на ветерине. На протяжении всего конкурса выполнять задания участникам помогали сказочные персонажи, и это давало конкурсантам больше уверенности в себе и своих силах. Поддержать своих фаворитов приехали и группы поддержки, поэтому, несмотря на испытания, обстановка в зале была дружеская. Для каждого мастера этот конкурс стал очередной важной ступенькой, которая будет мотивировать к новым достижениям. Если ученикам попадается толковый мастер, им в жизни повезло, потому что толковый мастер, он им даст и специальность, и профессиональное мастерство, и передаст свой жизненный опыт. Мастера, конечно, он имеется. Так как мастер дает дорогу в жизнь именно профессионально, то, я думаю, 50% однозначно он занимает, так как он дает профессиональные навыки, так как он морально именно на производстве их готовит, чтобы дети умели себя отстоять, умели себя зарекомендовать. Поэтому это очень важная наша роль – роль мастеров. В острой конкурентной борьбе победителем областного конкурса «Мастер года» стала мастер производственного обучения по профессии повар Ленинского профессионального технического колледжа сельскохозяйственного производства Надежда Карпович. Среди остальных финалистов были разыграны специальные дипломы и подарки.